И с вами клуб Суомин. Записать данный ролик меня вдохновил один из новичков породы, который увидел в ютубе видео стрижки когтей, карелокинской лайки, которая наотрез отказывалась давать стричь и очень негативно на это реагировала. При этом новичок породы стал задавать такие вопросы нам, как крупнейшему клубу по карелокинской лайке, и почему порода такая неадекватная, как с ней сладить и тому подобное. Я очень удивилась, как такое может быть, но недавно сама наткнулась на это же видео, где действительно собака просто шарахалась инструментой и ни в какую не давала стричь когти. Я подозреваю, но даже не подозреваю, даже уверена, что этой собаке когда-то отстригли лишнее по кровеносным сосудам, там надо очень четко, как вы видите, смотреть, чтобы отстригать самые кончики до кровеносных сосудов. Если потекла кровь, то это уже, значит, вы отстригли лишнее. Соответственно, если вы хотя бы один раз отстрижете лишнее, собака будет в следующие разы, может реагировать отрицательно. Вот. Здесь мы сейчас демонстрируем стрижку когтей. Собака спокойно реагирует. Ну, я не могу сказать, что она совсем прям балдеет от этого. Ну, она адекватно, как бы, немножко отдергивает ножку, но терпимо, что называется, она терпима. Я не скажу, что ей процедура прям-таки приятна, потому что звуки, сами понимаете, все-таки есть. Но вот здесь мы отстригаем шерсть, которая вырастает между пальцами, потому что она очень мешает бегать по насту, по снегу. И вообще, когда собака даже что-то копает, у нее очень сильно налипает вот на эти шерстяные комки, которые лучше отстричь. Вот. И, соответственно, потом начинаем стричь когти. Когти надо, как я уже сказала, брать самые конечки. Когда коготь темного цвета, это немножко осложняет, но все равно, как правило, пигмент там прозрачный, и можно рассмотреть, где заканчиваются кровеносные сосуды, вот где идет уже живая ткань. Поэтому, соответственно, если стричь всегда все правильно, то все будет хорошо. Порода наша очень адекватная. Продолжение следует...